Окей, гляньте на это, я хочу кое-что вам рассказать. Это про Израильскую армию. Это про то, что Израильская армия не хочет освобождения захваченных заложников. Израильских заложников, кстати, так как они опасаются, что это ограничит... что это отдалит наземную операцию. Я не шучу, давайте глянем. Цахал считает, что уже готов к наземной операции, и что она должна вскоре начаться. В чем же проблема? Что касается 222 заложников, удерживаемых в Газе Хамасом и другими террористическими группами, то, согласно информации, полученной из израильского Таймс, военные при проведении наземной операции готовятся к возможным операциям по освобождению. Армия... вот оно. Армия опасается, что дальнейшее освобождение заложников Хамасом может заставить политическую верхушку отложить наземную операцию или даже остановить ее проведение. О, нет. О, боже мой. Как же мне не хочется и дальше оттягивать мою массовую бомбардировку всего лишь ради спасения пары сотен наших граждан. Ну, то есть, ведь чем больше мы ждем, тем все больше люди будут говорить про бомбардировки огромного количества голодающих граждан. Так и есть. Армия... армия... Армия опасается, что дальнейшее освобождение заложников Хамаса может заставить политическую верхушку отложить наземную операцию или даже удержать... остановить ее проведение. Нам ведь нужно продолжать то, что на самом деле важно. То есть, война и смерть. Народ, не позволяйте вашим эмоциям отвлекать вас. Будьте так же целеустремлены, как бомба, падающая с самолета на чью-то крышу. Отставить сомнения. Израиль не может себе позволить потерять Хамас, как и демократы не могут позволить себе потерять Дональда Трампа. Курт, ты хоть знаешь, как тяжело нынче найти хорошее пугало? Кого-то, кого можно во всем винить? Да, таких, как Саддам, уже не делают. Да, такие, как он, стоили золото по своему весу. И, кстати, тратить они будут ваше золото. Да, я был бы рад страшилке масштабов Саддама Хусейна, но таких уже не делают, вы их уже не встретите. Тот был настоящий. Некоторые из нас еще помнят, ты, может, уже и не помнишь, Курт, но те, кто постарше, помнят, как они откладывали освобождение заложников под Джимми Картера, чтобы не дать ему переизбраться. Я помню, что я что-то такое слышал, и тогда я подумал, ну и что, это же было давно. Вот как я тогда подумал. Заложники — это ценный актив. Для властей. Хе-хе-хе-хе-хе, да. Итак, в пятницу вечером Хамас освободил американских мать и дочь, и по некоторым сообщениям это повлияло на дальнейшее откладывание наземной операции, так как появилась надежда, что, может, отпустят еще. Ставьте надежды, нам пора уже заняться делом. Вот Макс Блюменталь, и он пишет, на данный момент израильская армия не хочет освобождения заложников. Задумайтесь об этом. По мне, так Израилю нужны новые пиарщики. Бог с ним. Я благодарю Господа. Правда, я благодарю Бога за то, что есть израильское правительство, которое обеспечивает безопасность евреям, ведь только благодаря израильскому правительству евреи наслаждаются такой безопасностью. Это же так очевидно. Как нам обеспечивать безопасность народа Израиля, если не ковровыми бомбардировками заложников, захваченных в Израиле? Вот что надо осознать, Курт. Если Израиль готов делать такое со своими собственными людьми, то что же он будет делать с теми, кого ненавидит? Будет относиться к ним хорошо, а потом, опа, опять эти неспровоцированные атаки. Вот, глянь на это, вот новость. Эта женщина, Хамас, предложил освободить двух заложников из гуманитарных соображений, а Израиль обвинил Хамас в явной пропаганде. Знаешь этого парня? Он, по-моему, с Аргентины. Когда Хамас освободил их, то одна из них пожала руку бойцу и сказала «Мир». Ух ты. Ух ты. Говорю же, им нужна... Но причина, по которой это не возымеет эффекта, это то, что они не дадут этому появиться в Израиле. Так ведь? Да. Ну, то есть, если бы об этом рассказали в СМИ... Кстати, величайшая в истории Израиля катастрофа — Хасборо. Знаешь, что значит Хасборо? Это израильский термин для обозначения попыток государства оправдать свои действия. А я думал, что это компания по производству трансформеров. Это... Нет. Это Хасборо. А, Хасборо. Да. Окей. Так что... Вау. Так, это я уже прочитал. Израильтяне сходят с ума от этого фото, на котором пожилая израильтянка пожимает руку освободившего ее хамасовца. Ого, вью семью это тоже бесит. Погоди, у меня, по-моему, есть шутка. А, вот она. По-моему, эта пожилая освобожденная израильтянка — это проявление еврейской самоненависти. Ну да, а то зачем ей? А как еще это объяснить? Наверное, это что-то вроде Стокгольмского синдрома. Только причина твоего сочувствия похитителям — это то, что твое правительство скорее убьет тебя, чем откажется от ковровых бомбардировок газы. Я бы даже сказал, что это первый случай газовского синдрома. Ха-ха-ха, она чувствует, что она ближе к своим похитителям. А, боже. Кстати, термин «еврейская самоненависть» подходит ко всем моим знакомым евреям. Не знаю, в курсе ли ты, Джимми, но у нас тут процветает индустрия ренопластики. Итак, их сводит с ума изображение этой освобожденной израильской еврейки, которая пожимает руки своим похитителям. А ты знаешь, что когда израильтяне сходят с ума, то они обычно пользуются самонаводящимся оружием. Да уж. И нам ли не знать это? Ведь мы его создали и оплатили. Итак, вот что не показывает фото, но что видно на видео, это то, что пока они ее сопровождали, она сама обернулась назад, чтобы пожать руку. Я обратил внимание на эту потрясающую сцену, которая, несомненно, вызовет ажиотаж. Мда, это бы вызвало ажиотаж, сообщая об этом СМИ. Но Израиль с неохотой принял этих заложников, так как отчаянно не хотел появления таких вот воодушевляющих сцен, а также отказался от освобождения еще 50 заложников в обмен на топливо, нужного для поддержания больничных инкубаторов. Погоди-ка, сейчас же октябрь? Да. Так это же октябрьский сюрприз. Наверное, это... Каждый октябрь? Это что вообще? Это... это согласно Максу, но... Это трудно поверить. Трудно поверить, что это может быть правдой. Что Израиль отказался от освобождения 50 заложников в обмен на топливо, нужного для поддержания больничных инкубаторов. Ну, я бы сказал, что если бы об этом сообщалось в израильском Тайм, как я и говорил, похоже, что в сравнении с нами гораздо больше израильтян в курсе того, что творит их правительство. Ну, то есть здесь мои знакомые даже не в курсе... Они даже не в курсе того, что творится на стороне ВОУК. Да. Я даже не про это. Такая лиция давно мертва. Я узнал о том, что Нитаньяху предупреждали из израильских новостей о том, что он финансировал Хамас. Так что я полагаю, что многие люди, живущие в Израиле, взбешены тем, что к ним не вернулись члены их семей. Это все не про иудаизм, Курт. Это не про ислам. Это какой-то... Моральный психоз. Но... Ну, то есть... Возможно ли, что власти какой-либо страны сойдут с ума и станут просто злом? Ну, то есть даже наши власти еще... Я не могу этого даже объяснить. По-моему, именно так мы и создали нашу великую страну при помощи таких же операций. Мне кажется, что мы пользуемся той же методичкой, что и евреи, для оправдания наших действий. Мы просто взяли их методичку. Макс Блюменталь пишет, «Израиль с неохотой принял...» А, мы уже говорили об этом. А вот, кстати... И само видео. Это видео опубликовал Хамас. Это момент освобождения двух заложниц. Рид Купер и Яковид Лившиц. Видно, как они вместе с бойцами Хамас пьют чай с печеньками перед тем, как попрощаться с ними. Это, наверное, ИИ. Скорее всего, это фейк. А вот по СНН я слышал, что эти женщины прошли через ад. Ну, они... Там были чай с печеньем и медицинское обслуживание. А, я-то думал, что ты про ад, который хотела на них обрушить их собственное правительство вместо возвращения их домой. Ух ты. Это та же самая сцена. Вау. А... Вот ведь Че Боуза. Что израильский... И израильская заложница сказала про пребывание в Хамасе. Вот что израильская заложница сказала про хамасовский плен. Когда мы прибыли в Газу, то они сказали нам, что верят в Коран и... Не навредят нам. Они покормили нас, были добры. Нас регулярно посещали доктор и парамедик. У нас ни в чем не было недостатка. А знаешь, что сообщили по СНН? Заложница прошла через ад. Да, так что... Да, есть некая противоречия. Становится понятно, зачем Хамас захватил этих заложников, но не убивал их. Очевидно, для того, чтобы заставить Израиль что-нибудь предпринять. И Израиль это понимал. Ну, это, знаешь, как... Провокация Украины Путина. Это как еще одна версия этого. Типа, это нам не очень нравится. Ну, типа, это причиняет нам некоторые неудобства. Ну, вот это вот все. И мы не дадим вам победить только из-за того, что вы держите у себя наших заложников. И, конечно же, СНН говорит так. Эти СННовские нюхатели рюкзаков и провоенные маньяки. СНН столкнулась с волной негодования после того, как показали отредактированное интервью с израильской заложницей, недавно освобожденной Хамасом. Позднее новостное агентство удалило, а после перезалило ролик, удалив надпись «Разрешенная копия», которая случайно оказалась на предыдущей версии. Да вы, наверное, прикалываетесь. Они оставили надпись «Разрешенная копия», которая пошла в эфир. Вы просто лучшие. Вы просто молодцы. Но это мы... Тебе это даже не удивило. Но это мы, кого подвергают цензуре. Это мы, те, кого Google, самая могущественная корпорация в истории человечества, должна цензурировать и запугивать за то, что говорим о таком. Я даже не знал про эту разрешенную копию, пока ты не сказал. Именно. Это изумительно. И кому же там хватило ума забыть про надпись «Разрешенная копия»? Мне даже не верится, что... Вообще-то верится. Они не заботятся даже о своих заложниках. Да. И Израиль меньше... Похоже, Израиль меньше переживает за своих собственных заложников, чем Хамас. Ну да. Ну, знаешь, они же финансировали Хамас. Именно. Люди забыли... Люди забыли, что Израиль более десяти лет финансировал Хамас. Это не секрет. Они открыто об этом говорили. Не секрет. Даже хвастали своей тонкой стратегией. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова